Тепловые пушки Какие же все-таки типы тепловых пушек существуют? Пушки делятся на три основных типа. Это электрические, газовые и жидкотопливные. Основная область применения электрических тепловых пушек – это помещения, где нет притока свежего воздуха, либо места, где недопустимо открытое пламя. То есть это офисы, магазины, жилые помещения. А также они применяются для просушки воздуха и стен на строительных объектах. Какие же достоинства и недостатки есть у тепловых пушек? Прежде всего это удобство в эксплуатации. Вы можете эксплуатировать тепловую электрическую пушку там, где есть сеть 220 или 380 В. Достаточно воткнуть ее только в розетку. Это малый вес, немаловажный фактор при переезде с объекта на объект, низкий уровень шума, применение в жилых помещениях и низкая стоимость при покупке. Какие же все-таки недостатки есть у электрических пушек? Во-первых, это стоимость электричества. Вторым неприятным фактором будет являться зависимость от источника питания и высокая нагрузка на сеть. Третий фактор – это долгое время прогрева. Рассмотрим особенности тепловых электрических пушек на примере трех моделей ведущих производителей. Тепловентилятор «Балу» BHP-P3, тепловая пушка «Зубр» ZTP-5000M2 и «ФУБАК-СИРОКО КЕРАМИК-50Т». Тепловая пушка «Балу» подключается к бытовым сетям 220 В, имеет тент закрытого типа, максимальная мощность данной пушки 3 кВт, но возможна функция работы на половину мощности, и данная модель не оснащается термостатом. Тепловая пушка «Зубр» требует подключения к сети 380 В, имеет также тент закрытого типа, мощность ее 4,5 кВт, режим работы в качестве вентилятора и режим половины мощности. Также имеет термостат для поддержки постоянной температуры воздуха. Тепловая пушка «ФУБАК» подключается к сети 380 В, имеет тент керамического типа, КПД которого значительно выше. Мощность ее составляет 5 кВт, работает в режиме вентилятора и оснащена термостатом. Основной областью применения газовых тепловых пушек являются помещения, в которых хороший приток свежего воздуха. Это стройплощадки, хозпомещения, гаражи, то есть те помещения, где нет постоянного нахождения людей. Основными преимуществами газовых тепловых пушек являются высокая мощность, быстрая скорость нагрева, низкая стоимость топлива, малый вес и низкая первичная стоимость. Недостатками газовых тепловых пушек является то, что продукты горения попадают в воздух. Также необходимость дополнительных вложений, то есть нужно дополнительно покупать газовый баллон. И заправка баллона происходит только на специализированных заправках. Особенность тепловой пушки «Элитэч» является возможностью регулировки тепловой мощности. Дизельные тепловые пушки будут делиться по типу нагрева, прямой или непрямой нагрев. Пушки прямого нагрева в основном применяются для обогрева нежилых помещений. Это стройплощадки, склады и помещения с минимальным нахождением людей. Пушки непрямого нагрева в основном применяются в жилых помещениях с постоянным нахождением людей или животных, то есть это коровники и тому подобное. Из плюсов дизельных тепловых пушек можно выделить высокую мощность, быстрый набор температуры, как правило, они оснащаются термостатами для постоянного поддержания температуры, низкой себестоимостью топлива относительно электричества и высокой мобильностью, а также доступностью топлива. К минусу можно отнести высокую первоначальную стоимость и то, что продукты горения попадают в воздух, но это можно отнести только к пушкам прямого нагрева. Итак, сегодня мы рассмотрели основные виды генераторов теплого воздуха и выяснили, что каждая модель предназначена под определенные цели и задачи. На этом мы с вами прощаемся, подписывайтесь, до новых встреч в новых выпусках! Субтитры создавал DimaTorzok